Здравствуйте! В эфире интервью. В Омске пройдет всероссийская ярмарка трудоустройства, работа России, время возможностей. Об этом мы поговорим с руководителем департамента занятости Министерства труда и социального развития Омской области Олесей Кайль. Олеся Александровна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, для начала давайте анонсируем финал ярмарки, что ждет и мячей, когда пройдет. Всероссийская ярмарка трудоустройства, работа России, время возможностей в этом году проходит у нас в течение всей недели, то есть вот с понедельника и с 24 июня по 29 июня у нас проходят различные мероприятия. Мероприятия ярмарки проходят в муниципальных районах Омской области, и это в основном как раз таки вот в течение недели. Вчера были ярмарки в районах, сегодня. Завтра у нас во всех муниципальных районах проходят мобильные ярмарки трудоустройства, то есть наши специалисты будут выезжать в отдаленные населенные пункты и предлагать работу уже, как бы сказать, не отходя, да, и не выходя из квартиры. Кульминацией всех мероприятий станет 28 июня, это пятница. Масштабная ярмарка пройдет в Конгресс-холле на левом берегу, это будет работать с 10 часов до 3 часов дня. А вообще про формат давайте поговорим. Ярмарка вакансий. Вот пришел человек, хочет получить работу, что его там ждет? Ну, наверное, скажу сначала о том, что вот Всероссийская ярмарка трудоустройства – это проект, который запущен был в прошлом году в Министерстве труда Российской Федерации, и он проходит одномоментно во всех регионах страны. И чем удобен этот формат одномоментно в режиме онлайн, в режиме оффлайн? Это большое количество работодателей, и соискатель имеет возможность в одном месте пройти собеседование, узнать об условиях труда, о имеющихся вакансиях, о социальных гарантиях, о возможностях перспективного развития на предприятиях, одномоментно вот с несколькими интересующими работодателями. Для работодателей это уникальная возможность презентовать себя, сразу для большого количества соискателей, можно сказать, заявить о своих вакансиях, да, и показать их конкурентоспособность с остальными работодателями. Кроме того, мероприятия-ярмарки подразумевают еще такие, которые помогут тем, кто на самом деле либо еще не определился с выбором профессии, то есть не понимает вообще, какие направления хочет рассматривать, кем он хочет быть, либо там вот все надоело, хочу поменять работу. То есть здесь можно будет получить консультации наших карьерных консультантов, посетить различные мастер-классы по карьерному развитию, различные профориентационные площадки для различных категорий, для молодежи, для детей, для взрослого населения. В этом году у нас работает семейная такая площадка, где можно будет прийти вместе, если мы говорим про детей, да, вместе с родителями, пройти, допустим, там экспресс-диагностику и определиться с дальнейшим направлением развития. И еще один блок связан с мероприятиями, которые помогут определиться, где именно получить ту или иную профессию или специальность, либо где ее можно поменять, либо где можно повысить квалификацию. 28 июня в Конгресс-холле у нас будет работать отдельная тематическая площадка, она называется «Прообучение». Здесь будут представлены ведущие колледжи нашего региона, вузы, которые как раз-таки организуют обучение в рамках национального проекта «Демография», и для граждан это совершенно бесплатно. То есть это будет три федеральных оператора, Томский государственный университет, РАНХИКС и Институт развития профессионального образования, они будут презентовать вот эти программы. Если есть заинтересованность, то можно будет сразу же с помощью цифровых консультантов подать заявление на обучение на цифровой платформе работы России. То есть я правильно понимаю, у Амичей будет возможность, не отходя от кассы, определиться, что ему подойдет, где этому обучиться, и потом применить на практике, уже познакомиться с будущим работодателем? Да, можно даже в моменте будет найти будущего работодателя, поскольку обучение организуется как раз-таки под гарантию трудоустройства. То есть не просто вот хочу быть кем-то, да, а обучение, востребованное на рынке труда профессии, для того, чтобы впоследствии человек мог себя применить. Если мы говорим о востребованности, какие отрасли будут представлены? Наверняка есть вот часть сфер, которые сейчас наиболее актуальны. На самом деле кадровая потребность вот сегодня испытывает, кадровую потребность испытывают практически все отрасли. И на ярмарке вакансии они также будут все представлены. То есть у нас тематические площадки будут и в сфере промышленности, и сельское хозяйство, и торговля, и учреждения социальной сферы. Это образование, здравоохранение, культура, логистика будет, транспорт, связь. То есть практически все отрасли нашего региона будут представлены. На сегодняшний день в целом во всех мероприятиях ярмарки будет представлено работодателям заявлено более 11 тысяч вакансий. 9 тысяч вакансий будет представлено как раз-таки в Конгресс-холле 28 июня. А сколько участников вы ожидаете? Это же не первая ярмарка. Какие-то итоги были в прошлых мероприятиях? Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проходит в два этапа. Один этап региональный, он проходил весной 12 апреля, и вот сейчас 28 июня федеральный этап. По итогам первого этапа регионального во всех мероприятиях приняло участие более 11 тысяч соискателей. И на сегодняшний день мы мониторим ситуацию с их занятостью. 4,5 тысячи из них либо нашли работу, либо какое-то доходное занятие, поскольку кроме, так скажем, трудовых отношений на ярмарке трудоустройства можно будет получить информацию, пройти тестирование на наличие навыков, так скажем, необходимых для ведения собственного бизнеса. Будут работать такие же площадки в этом направлении. Одна из них, из площадок, это площадка по социальному контракту, как раз-таки на открытие своего дела и на социальный контракт на поиск работы. То есть здесь консультанты будут еще и в этом направлении консультировать. Не могу не спросить. Вы говорите, очень много будет представлено вакансий. И, судя по количеству участников, соискателей не меньше. Почему же в Амске области сохраняется кадровый дефицит? Ну, во-первых, естественно, мы избирательны все. То есть мы выбираем то, что мы хотим. У нас у каждого соискателя свои требования. И зачастую требования соискателей и работодателей немного расходятся. Здесь много тоже факторов. Об этом можно много говорить. Это и отсутствие необходимых навыков и компетенций. Тогда добро пожаловать на площадку про обучение. И здесь, соответственно, найти необходимую программу. Во-вторых, бывает так, что не устраивает условия труда. То есть режим работы, характер. Естественно, обращаются искатели внимания и на заработную плату. Хотя нужно отметить, что за последнее время вакансии у работодателей омских стали значительно привлекательней. Сейчас вообще тенденция на рынке труда. В целом, если говорить о стране, это гонка зарплаты. И, соответственно, выигрывает тот работодатель, который делает более выгодное предложение. Есть много молодых специалистов. Как раз-таки ярмарка совпала с окончанием обучения, с получением дипломов. И они придут и будут знакомиться. И они придут на ярмарку для того, чтобы посмотреть много вариантов. И потом уже для себя сделать вывод. То есть какой работодатель все-таки более в их глазах конкурентоспособен. Если говорить о безработных, то на самом деле мы сейчас видим рекордно низкий уровень безработицы. Такого, наверное, не было никогда. То есть у нас меньше 8 тысяч безработных на учете в органах службы занятости по всей области. Если возвращаться к ярмарке, поговорим о работодателях. Как охотно они принимают участие, предлагают свои вакансии? Я уже говорила о том, что ярмарка второй год проходит. И вот буквально в региональном этапе мы увидели то, что работодателям стало очень интересно. Именно такая площадка, такой формат. И они более активно сейчас идут, нежели в прошлом году. То есть в прошлом году это было вот так посмотреть, как это будет, что получится из этого. И сейчас заявок именно на ярмарку очень много. И мы даже не можем их все удовлетворить. Потому что все-таки помещения в конгресс-холла ограничены. И, естественно, разместить всех мы не можем. Мы на ярмарке представим тех работодателей, которые испытывают наибольшую потребность в вакансиях. А если вы уже упомянули, что выпускники вузов, например, им это будет полезно, с одной стороны. А есть какой-то типичный портрет участника ярмарки вакансий? Кто туда приходит? Ну, это как раз-таки молодые люди. То есть в основном это молодые люди от 25 лет. То есть те, которые сейчас находятся в выборе. И много стало, по сравнению с прошлым годом, много стало соискателей, которые именно работают или имеют какой-то доход. То есть они приходят, знакомятся с новыми предложениями. И уже у нас есть даже случаи, когда после ярмарки люди меняли направление деятельности. В апрельскую ярмарку мы больше 200, вот именно в один день, 12 апреля, в момент проведения ярмарки, более 200 заявок подали на обучение в рамках национального проекта «Демография». Для того, чтобы впоследствии состоялось трудоустройство на выбранные на ярмарке вакансии. Мы знаем, что также запланирован федеральный онлайн-марафон между регионами. Расскажите, что это такое? Да, в этом году Омская область определена центром всероссийской ярмарки в Сибирском федеральном округе. Мы будем начинать федеральный онлайн-марафон, который посвящен вопросам занятости населения. Тема, с которой будем представлены мы, Омская область, это занятость молодежи. То есть вот эта проблема, это направление, и в рамках онлайн-марафона будут обсуждаться вопросы карьерного сопровождения выпускников. И, возможно, появятся какие-то новые механизмы, новые идеи, которые помогут нашим молодым соискателям быстрее найти работу, и именно ту работу, которую они хотят. Вы уже говорили, что там будут несколько площадок с мастер-классами, с консультационной помощью. Мне кажется, что для МИЧей будет важно понять экспертность этих специалистов. Расскажите, кто будет работать с участниками? Ну, естественно, мы привлекаем к мероприятиям самих работодателей и их HR-ов, да, потому что это как раз-таки те люди, которые про соискателей знают все. Они их вот столько видели, они их столько знают, да, это люди-профессионалы своего дела, и они будут принимать участие во многих мероприятиях. Это, конечно же, работники, специалисты, психологи, консультанты областного центра профориентации. У нас уникальное учреждение, которое практически нигде нет в регионах. Это учреждение, которое занимается исключительно профориентацией и психологической поддержкой населения. И будут работать карьерные консультанты кадрового центра работы России. В рамках национального проекта «Демография» сейчас центры занятости модернизируются. Работаем под брендом «Работа России» и уделяем особое внимание как раз-таки новым форматам взаимодействия с соискателями. И учим своих специалистов работать, так скажем, с соискателями по-новому. И как раз-таки консультанты, которые будут работать на ярмарке, это люди, которые уже умеют это делать очень хорошо. Если сравнивать Омскую область с другими регионами, по уровню организации ярмарки, количество участников как работодателей, так и заинтересованных соискателей, Омская область как выглядит на фоне... Мы же не зря получили звание столицы. Как раз-таки звание столицы мы получили в связи с тем, что в апрельскую ярмарку у нас было много работодателей, много соискателей, много различных площадок, которые позволили соискателям в разных направлениях получить информацию, либо пройти какой-то экспресс анкетирование, диагностику, повышение каких-то компетенций. То есть вот эти все мероприятия, которые проходили, они имели какой-то эффект для соискателей. Именно поэтому мы были определены в федеральном этапе столицей. И я думаю, что вот сейчас в федеральном этапе у нас тоже будет что показать, и мы будем на фоне других регионов смотреться очень хорошо. Само число, то есть у нас уже на сегодняшний день 11 тысяч вакансий, то есть это не меньше, чем в апрельскую ярмарку. Самое главное, чтобы амичи пришли, пришли те, кто именно ищет работу, они нашли возможность посетить 28 июня конгресс-холл, чтобы была возможность непосредственно пообщаться с работодателями, оставить свое резюме. Не проблема, если нет резюме. Здесь же на первом этаже карьерные консультанты помогут его составить, причем не просто составить, а именно под конкретного работодателя, поскольку это очень важно, и впоследствии уже пройти собеседование. Не секрет, что есть и среди наших телезрителей люди, например, без профессионального образования или пенсионеры, которые предпочитают работать. Понятно, что для этой категории граждан предложения ограничены. Им будет что найти на ярмарке? Во-первых, граждане предпенсионного возраста и граждане возрасте 50+, они активные участники мероприятий по обучению в рамках национального проекта «Демография». И как раз-таки здесь будут представлены федеральными операторами программы, которые помогут впоследствии трудоустроиться, обучение по которым. Если говорить о тех, кто не имеет профессионального образования, то здесь как раз-таки будут представлены наши ведущие колледжи. Сейчас как раз-таки приемная кампания начинается. Можно будет более подробно узнать о программах, которые об обучении в нашем регионе и, соответственно, определиться с этим. Но не беда, если программу сразу, сходу, вот так вот в один день не получилось определиться. То есть определиться, это можно сделать потом впоследствии, продолжая работать с карьерным консультантом. Есть и обучение у работодателей. Соответственно, они тоже могут предложить такой вариант. Еще раз хочется подчеркнуть, что все участие, мероприятия, услуги бесплатны. Да, все площадки будут работать совершенно бесплатно. А мячи могут приходить с детьми. Для детей будут работать тоже тематические площадки. Можно будет оставить своего ребенка с консультантом и идти спокойно на собеседование. Будет работать выставка специализированной техники. Наши работодатели будут показывать вот ту технику, на которой впоследствии можно будет работать. Визуализация – это важно. Для тех, кто посмотрит интервью и захочет принять участие, где можно найти подробную информацию, ознакомиться еще раз? Вся программа размещена на нашем сайте, на интерактивном портале службы занятости с указанием площадок, мастер-классов, времени проведения. Все мероприятия будут в Конгресс-холле на Левом берегу проходить с 10 до 15 часов. Если есть какие-то вопросы и уточнения по площадкам, можно обращаться в наш контакт-центр. Телефон в контакт-центре совершенно тоже, звонок бесплатный. Номер 8 800 101 92 02. Олеся Александровна, хочется вам пожелать, чтобы ярмарка прошла удачно. Это действительно отличная площадка для возможностей. Спасибо за беседу. А я напомню, это было интервью с руководителем Департамента занятости Министерства труда и социального развития Омской области Олесей Кайль. В студии работала Диана Камалединова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова